Что означает совместимость продуктов? Какие продукты повышают положительные свойства друг друга? Какие продукты никогда не надо совмещать? Смотрите видео до конца и узнаете про то, что с чем можно и нужно есть. Перед показом видео хотим поприветствовать всех наших посетителей и пригласить подписаться на канал. Наверное, каждый из вас замечал, что при употреблении одних блюд наступает активность и бодрость, а при поедании других наоборот, слабость и сонливость. Еще часто после еды возникает тяжесть и дискомфорт в животе. Особенно это часто бывает после праздничных застолий, когда употребляется большое количество разных продуктов почти одновременно. Неприятные последствия приема пищи чаще всего обусловлены несовместимостью продуктов. Что означает совместимость продуктов? Под совместимостью продуктов подразумевается такое сочетание, при котором одни вещества повышают полезное качество других или хотя бы не оказывают антагонистического действия. Ну, а если при употреблении сочетания возникает образование вредных веществ, ухудшается всасывающая и переваривающая способность желудочно-кишечного тракта, то тогда уже можно говорить о пищевой несовместимости и рекомендовать не использовать такое сочетание. Сбалансировать питание удастся, если не совмещать различные виды белков, фрукты, есть совершенно отдельно, белки не употреблять вместе с крахмалосодержащими продуктами, не использовать полуфабрикаты. Для того, чтобы происходило правильное переваривание пищи и еда не приносила дискомфорта в общем состоянии и в животе, желательно крахмалистые овощи сочетать с белками. Зеленые, листовые овощи можно есть практически с любыми продуктами, белки с бескрахмальными овощами, а воду и фрукты употреблять вообще отдельно. Какие продукты повышают положительные свойства друг друга? Чтобы пища оказалась максимально полезной и не вызывала вздутия живота и слабости, следует придерживаться правил совмещения компонентов питания. Также отдельные вещества усваиваются только в присутствии других, либо лучше усваиваются при определенном соотношении. Например, витамины А, Е, Д являются жирорастворимыми, поэтому морковь следует есть с растительным маслом или со сметаной. Для повышения количества усвоившегося железа необходима аскорбиновая кислота, поэтому полезны фрукты, содержащие сразу эти ингредиенты. А мясо лучше сочетать с помидорами и зеленью. Некоторые продукты просто необходимо есть вместе, даже в качестве дополнительного оздоравливающего воздействия. Вот примеры таких парочек. Авокадо и шпинат дополняют друг друга витаминами и растительными жирами. Петрушка и лимон – лучшая профилактика железодефицитной анемии. Катехин из яблок и кварцетин из шоколада вместе просто творят чудеса, активируя иммунитет, стабилизируя стенки сосудов и способствуя выведению токсинов. Овощи и натуральный йогурт дополняют друг друга. В присутствии клетчатки лучше усвоится кальций, а жиры из молочного продукта помогут проникнуть в кровоток витамином. Зеленый чай с долькой лимона не только освежит и снимет жажду, но и пополнит энергетический запас организма, ведь прекрасно воздействуют вместе кахетины из зеленого чая и витамин С из лимона. Если в мясо перед приготовлением замариновать вместе с розмарином, то во время запекания не будут образовываться вредные вещества. Какие продукты никогда не надо совмещать? Кроме того, что следует придерживаться правил совместного использования продуктов, следует знать о том, какие привычные вещества не стоит совмещать, употребляя в пищу. Вот некоторые нежелательные сочетания. 1. Картофель с томатами нейтрализуют полезные свойства друг друга. 2. Яйца с помидорами не дают хорошо усваиваться всем полезным веществам. 3. Бобовые с мясом вызывают вздутие и дискомфорт в кишечнике. 4. Молочные продукты с вареньем и фруктами. Это приведет к тяжести в желудке, и нарушит пищеварение. Мясо с орехами приводит к высокой калорийной нагрузке и вызывает тяжесть в животе и изжогу. Придерживаясь правильного питания, употребляя вместе только совместимые продукты, можно не только улучшить пищеварение, но и повысить жизненный тонус организма и противостоять стариную.